Слава Богу за это слово, спасибо Игорь, спасибо Алена, я вот таких книжек не читал и представляете, я поймал себя на мысли, что я задавал такие вопросы, я только сейчас понял, что это глупый вопрос, зачем ты разбил, ответить я сам не могу, спасибо за эту подсказку, у меня еще есть шанс, у меня есть еще маленькая дочка, которая, я думаю, не разу еще что-то разобьет, я буду учиться, очень хорошая тема, я так благодарен пастору, что он так направляет нас, чтобы мы начинали мыслить в этом направлении и я думаю, что всем нам она пригодится. Амин. Игорь был соленый, группа поддержки такая, я вот надеялся, что Айгор будет, но сказали, что времени нет, так что мне придется одному здесь как-то справляться. Хорошо, давайте мы еще раз откроем 77-й псалом, это наше базовое место, тема нашего служения сегодня не скроем от детей наших. Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему, славу Господа и силу Его и чудеса Его, которые Он сотворил. И дальше, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих и хранить заповеди Его. Почему такой вопрос и стоит? И почему вот здесь так написано? Почему мы так сейчас обращаем на это внимание? Потому что Богу нужны наши дети, согласитесь. Мы так привыкли опекать наших детей, заботиться о них, но, как Игорь сказал, не вечно это будет, или Алена, не всегда они будут с нами. Придет время, когда они уйдут. И если мы смогли, как родители, заложить в их маленькое сердце эти вот начатки учения, эту любовь к Богу, это будет вести их всю жизнь. Я помню, я ушел из дому или как, покинул отчий дом, когда мне было 14-15 лет. Я уехал, я далеко уехал от родителей. Мне казалось, я был таким большим, взрослым. Я шел с сумкой, по-моему, дипломат был такой. И я уже садился в поезд и уехал. Но сейчас моему старшему сыну 19 лет. Мне кажется, он такой маленький, ну как его отпускать? Они поехали в Вильнюс сейчас служат. Он не спал почти ту ночь, рано в 5 часов встал, поехали дальше. Я так волнуюсь, как там наши дети? Мы звоним, как все нормально. Но когда мои родители отпускали, я понял, они вручили меня в руки Божьи. Возможно, они волновались, но всю жизнь я видел, как Бог хранил меня. Как Бог просто сверхъестественным образом выводил из таких сложных ситуаций. Это благодаря тому, что я с детства был научен родителями приходить к Нему, возлагать свою надежду на Бога. И я видел, как Бог меня выводил. И я уже как-то, я не сказал бы, что я злоупотреблял, но у меня была такая вера. Бог все равно поможет. И это очень хорошо. Я за это очень благодарен моему Богу и моим родителям. Аллилуйя. И второе место, которое уже Игорь читал, это Луки, из Евангелия Луки. У нас два таких базовых места, но мы продолжим рассуждать об Иисусе. Иисус Христос – это тот пример родительского воспитания. И дальше вот написано, третья глава, двадцать первый стих. Я думаю, если кто был в среду на служении, мы помним эту проповедь, когда пастор читал о Давиде. Давид приготовил все для дома Господня, чтобы построить. Но Бог сказал Давиду, что сын твой Соломон, он будет строить мне дом, потому что я буду ему отцом, а он мне будет сыном. Мы своих детей растим для того, чтобы передать в руки Бога. Амин. И двадцать первый стих. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, «И Дух Святой не шел на него в телесном виде, как голубь, и был глаз с небес глаголющий, Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение. Благоволение – что это? Я видел в своей жизни Божье благоволение. Благоволение – это Божья оценка за родительское воспитание. Я не знаю, что чувствовали мои родители, когда они меня отпускали, но я знаю, что они научили меня возлагать надежду на Бога. Благоволение. Я рассуждал, что это за слово? Это добрая, это благая воля в мою жизнь от Бога. Там нету зла, там нету торжества врагов. Благоволение – это когда враги не восторжествуют. Амин. Я знаю, что мы не застрахованы от катастроф, мы не застрахованы от каких-то случайностей, но я одно знаю, что Бог всегда выведет, Бог всегда защитит. И тех, кто уповает на Бога, тех людей, у кого, кто отдан в руки Божьи, у тех есть иммунитет. Я хочу сказать, что рано или поздно приходит испытание в нашу жизнь. И я бы хотел рассказать одну историю из своей жизни, как Бог нас ведет по жизни. Когда я вспоминаю эту историю, меня просто внутри все будоражит. Это было в 1993 году. Моему старшему сыну было два годика. Мы нечасто ездили в отпуск к родителям. Это было, как правило, один раз в году, летом. Я помню еще с детства у нас во дворе лежала, в гараже лежала такая большая плита от утюгов, такие большие промышленные утюги. И у отца было желание сделать всегда такой деревообрабатывающий станок. Она очень такая гладкая. В то время не было столько оборудования, как сейчас в магазинах. И я в этот отпуск приехал, и мы решили заняться этим. И это уже было к концу отпуска. Уже станок был практически готов. Я доводил последние штрихи. Мне так не нравилось, когда стругают или пилят, и весь двор в опилках. Поэтому я так доделал все довольно герметично. Все когда стругаешь в коробочку собирается. заниматься. Я так увлекся этим делом. Мне так нравилось этим заниматься. И слышу на улице какие-то шум детей. А к бабушке приехали вот моя сестра со своими детьми. Они были немножко старше моего сына. Моя жена была беременна уже вторым ребенком. и дети гуляли на улице. Там всегда было шумно. Но какой-то необычный шум. Но я как занимался, я продолжал заниматься своими делами. Этот шум приближался все ближе и ближе. Потом дети забежали во двор и что-то кричат. Но я был в другом конце. И пока ко мне не прибежал мой племянник, которому было около пяти лет, и кричит «Дядя Саша, Павлик упал в воду». Я только тогда как-то пришел в себя, я спрашиваю «Где?» Он говорит «Там, на пруду». У нас пруд был у соседей через несколько домов. его недавно углубили и берега были такие довольно в глине, скользкие. Где это произошло? Я первый прибежал к этому пруду, я никого не вижу. Я дождался, когда прибежали дети, спрашиваю «А где это произошло?» Они говорят «Вот здесь». Вы представляете, что, что, у у меня какое состояние? Я не знал, что делать. Я думаю, куда здесь прыгать? Где тут искать? Потому что ничего не видно. Я начал просто молиться Богу. «Бог, что мне делать?» И вдруг я смотрю, из воды поднимается свитерок. Я тогда бросился в воду. Я достал этого ребенка. Я взял его на руки. И мои чувства были как будто в замешательстве. Я не знал, что делать в таких ситуациях. Я не умел делать искусственное дыхание. Я держал это безжизненное бледное тело на руках. И одно, я знал, что Бог живой. Я склонился на колени, я положил на колено своего ребенка. И я не знал, что дальше делать. Эти мгновения оказались вечности. Я знал одно, что есть живой Бог, управляет нашей жизнью, который имеет план для каждой судьбы. Если Он дал детей. Я понимал, что Он дал детей для того, чтобы они жили и проставляли великое имя. Но что я имею сейчас? Время, казалось, шло очень долго. я слышал, что как будто бы вода должна пойти из ребенка, из того, кто утонул. Но ничего не происходило. И вдруг прямо на руках у меня Он начал плакать. я просто Он весь был грязный, мокрый. Я прижал его к себе. Я взял, поднялся, и я был так благодарен моему Богу, который сделал это чудо. Я иду домой, на улице встречает жена, говорит, а что ты с ним сделал? Откуда он? я думаю, я думаю, Боже мой, я так рад, что, во-первых, она не видела этого, потому что она должна скоро рожать. Во-вторых, я уже не помню всех тех эмоций, которые были у меня, вот там вот. Я одно знаю, что я шел и я радовался, я просто прославлял Бога и говорил, Бог, ты велик. Я знаю, что есть благоволение твое для тех, кто посвящен тебе. У тебя есть план, у тебя есть судьба для каждого человека. и я знаю, что наши дети, они предназначены, и когда наши дети посвящены Богу, они будут служить Ему. Сегодня этот сын, он служит в Вильнюсе вместе с молодежью. Он здесь часто играет на клавишах. И я благодарен Богу за это. Аллилуйя. АПЛОДИСМЕНТЫ Я еще раз хотел бы вот прочитать этот 77-й Псалом, 7-й стих. «Возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих и хранить заповеди Его». Я хочу, чтобы это звучало в нашем сердце, звучало в нашем сознании, чтобы мы могли своим детям вложить это, чтобы наши дети, они также возлагали свою надежду на Бога и не забывали всех благодеяний Его. Буквально несколько недель назад вот сюда приезжали вот эти племянники, они уже большие сегодня. и мы сидели, разговаривали, время проходит и начинает забываться вот то, что Бог делает в нашей жизни. И такое как будто вот рассуждение уже, ну может быть какое-то дыхание там закрылось или как там, сколько долго он там был, не знаю, в воде, может он только вот что упал. Время прошло уже 19 лет и мы сидим за столом и этот племянник сидит и я говорю ну вот ты спаситель мы там так шутили он говорит да, но как это произошло я не знаю мы игрались он это отчетливо помнит рассказывает он был маленький совсем самый младший из них возле этого пруда они все там что-то делали машинки игрались и потом спрашивают а где же Павлик то есть его нету они начали искать и они увидели почему они мне показали что он там они увидели вот этот вот свитерок который тоже то поднимался то опускался в воде и только после этого они начали бежать и кричать я говорю боже слава тебе я вижу что ты великий Бог и мы должны не забывать дел Божьих мы должны помнить милости которыми Бог нас просто окружил в нашей жизни могут происходить разные ситуации но благоволение Божье оно будет нас всегда держать Псалом 29 стих 6 мы поем такую песню ибо на мгновение гнев его но на всю жизнь благоволение его Аллилуйя воздай славу Богу Аллилуйя может может ты проходишь долиной смертной тени сегодня но Бог говорит что любовью вечную я возлюбил тебя и поэтому простер к тебе благоволение благоволение это не тогда когда враги торжествуют но когда наши дети торжествуют над врагами и это есть самое первое и древнее обетование когда Бог сказал что я положу вражду между тобой и семенем жены но семя жены будет поражать тебя в голову да змеи могут жалить могут приходить проблемы но у нас есть обетование для наших детей что они будут поражать дьявола в голову халлилуйя воздай славу Богу ты вели Господь халлилуйя мы родители должны посвятить своих детей Богу еще бы я хотел чтобы дети молились также этой молитвой которой молился Моисей можно открыть исход 33 главу с 12 стиха Моисей сказал Господу «Вот ты говоришь мне я знаю тебя по имени и ты приобрел благоволение в очах моих и так если я приобрел благоволение в очах твоих то молю открой мне путь твой дабы я познал тебя если я приобрел благоволение открой мне путь твой как как важно чтобы наши дети они знали Бога чтобы они искренне молились этой молитвой Бог мой открой путь я хочу знать свое призвание я хочу знать свою судьбу Иосиф он обучал тому что мог он был плотником но у Иисуса была другая судьба своя судьба свой путь и я хочу чтобы каждый из нас каждый из наших детей мы вошли в свое призвание и в свою судьбу халлелуя халлелуя воздаю славу Богу амин спасибо Александр это потрясающие свидетельства которые зажигают нас веру и мы верим что Бог наш живой который способен